очень часто смотрел в чате и то что я в обзоре писал индекс доллара для не для всех валют панацея то есть индекс доллара что дает нам индекс доллара индекс доллара для нас дает понимание как доллар будет торговаться скорее всего по отношению к сырьевым валютам что значит к сырьевым валютам и что входит сырьевые валюты то есть прежде всего это евро пусть она не совсем сырьевая то есть это фунт это иена это даже входит туда шведская крона то есть вот я специально вам прописал мы сейчас еще до этого дойдет но что и на что здесь стоит обратить внимание то есть мы видим что инструмент находится в диапазоне я брал доллар иена просто забегая вперед когда инструмент тестировал границы 9370 то есть я видел что эти границы удерживаются но это не ключевое решение потому что если глобально посмотреть то ключевой уровень 95 на котором пока индекс доллара задержался на что стоит обращать внимание например когда вы видите доллар иена или евро иена это облигации это доходность по облигациям теперь возвращаемся дальше идем и смотрим вот он дневной график видите цифра 95 иена составляет 13 6 процентов в этом портфеле и понятно что часть действительно часть есть и корреляционная часть будет зависеть от индекса доллара но если мы видим доходность облигаций то все равно будет привлекать доходность растущая доходность облигаций институциональных инвесторов и они будут покупать в надежде на то что покроют какой-то уровень инфляции на то что будет доходность расти в свою очередь по цепочке это затронет и доллар для того чтобы купить облигации нужно купить доллар но если растет доходность по евро облигациям если доходность растет и по американским облигациям то понятно что там уже будут наперегонки у кого доходность быстрее растет поэтому здесь уже нельзя основополагаться на исключительно примерно доходность облигаций или исключительно на индекс доллара то есть все нужно делать корреляционно вот эти корреляционные взаимосвязи Ну вот я специально вывел эту табличку, евро 57%, иена 13%, фут 11%, канадский доллар 9,1%, швейцарский 4,2%, швейцарский франк 3,6%. Будут ли коррелировать другие валюты, не входящие в портфель? Отчасти тоже будет коррелировать, и отчасти индекс доллара является как направляющий. И вот доллар-иена именно, как я уже сказал, больше будет зависеть от того. Поэтому здесь вот в этой идее доллар-иена, которую мы сейчас рассмотрим, здесь совмещение двух сразу идей. То есть с одной стороны это, как я вам показал, корреляция, с другой стороны это разделение на глобальные и локальные цели. То есть это следующий наш маленький подпунктик, можно ли превращать внутреннюю торговлю в свинг торговли, и как это делать? Вот простой пример, то есть доллар-иена, мы видим, что есть ключевая цена, тоже описывал в обзорах, 108,7, вот она. То есть инструмент достаточно плотно тестировал эту цену. Заходил я сначала туда не сразу, то есть постепенно я заходил, после того, как я увидел, что инструмент удерживает, и более, тут короткий сток был, я переставлял более короткий сток. На данный момент инструмент, вот он, недельный график, то есть опять же мы всегда идем от глобальной картины. Посмотрите, вот она глобальная картина. Где находился инструмент? Инструмент находится вот в таком глобальном диапазоне. Что происходит? Инструмент возвращается после такой консолидации небольшой в рамке этого диапазона, идет ретест этого диапазона, и диапазон удерживается. Дальше мы уже идем более локально, и видим, что локальный инструмент раз коснулся, два, три с недобоем, еще одно касание, еще одно. То есть представьте, сколько раз инструмент потестировали, прежде чем он пошел дальше. Опять же, по поводу вопроса, как можно себя тренировать на дисциплину. Формализовать, то есть просто формализуйте, сколько вы ждете часовок, четырех часовок там, или на том таймфрейме, который вы торгуете, просто чтобы не торопиться зайти в ситуацию. Эта ситуация я до сих пор удерживаю, то есть она по сей моменту у меня открыта. Частично я ее фиксировал, то есть могу сказать, что соотношение в ней, прибыли к риску уже 7 к 1 достигнуто, но дальше инструмент, ну, если достигнет моей отметки, то будет великолепно. То есть вот следующая ключевая цена, куда я предполагаю, что инструмент может дойти. То есть вот она на недельном графике. Вкусные графики. Приятного аппетита!